В целом, наверное, по молоту мы должны взять больше, потому что мы на 100 тысяч гектар ее высеяли больше. Я думаю, что суммарно мы показатели прошлого года превзойдем. У нас еще и в этом году мы пошли в новую культуру, в которую идут наши соседи, Китайская Народная Республика, да и в общем весь западный рынок это кукуруза. Конечно, очень хорошо сыграло для наших аграриев снижение экспортной пошлины на сою, то есть с 20% до нуля. Мы начали поставлять на экспорт. Это дало вам немножко возможность заработать, приобрести новую технику, пойти в новую распашку залежных земель, которых у нас предостаточно. Причем это не только по Мурской области, я как и представитель АСАСа Дальневосточника, это и по другим дальневосточным субъектам. Поэтому, конечно, это бы моратория необходимо продлить, пока есть конъюнктура на рынке. Второй момент, конечно, о том, чтобы тот тариф, который мы для центральных регионов по перевозке соли снижаем с коэффициентом 0,3, может быть, его сделать до 0,5, тогда наша соль начинает поступать сюда, в Зауралии. Потому что здесь в основном расположены основные перерабатывающие к свинокомплексы, крупные оболочные комплексы, потребители. Ну и население, конечно, в основном в своей массе здесь. Наши слои не геномодифицированы, развиваемся. А в целом темпы роста экономики, как вы ожидаете на конец года по Мурской области? Ну, я думаю, что мы где-то, наверное, на порядка 110% выйдем. Это очень хорошие показатели, существенно выше, чем среднероссийские показатели. Вы молодцы. Ну, у нас хорошо дает в этом плане и сельское хозяйство, мы и в строительство идем. У нас вот и наша, скажем, горнорудная промышленность очень неплохо дает показатели. Она занимается строительством, у меня уже сейчас фабрик по переработке не только рассыпного рудного золота. Это мощнейший инвестиционный проект на сотни миллионов долларов.